Фестиваль моды платья города бьет рекорды долголетия. Он будет проходить в Челябинске уже 11 раз. Дизайнеры-участники представят свои работы в нескольких номинациях. Городское платье, нарядная одежда и единичные изделия. В этом году в регламенте конкурса есть и некоторые изменения. Детскую одежду решено было выделить в отдельную номинацию. Кроме того, заявить о себе на этот раз могут и дизайнеры обуви. В этом году впервые объявлены конкурсические засухи обуви. Выставлены будут в фойе оперного театра. Этот конкурс объявляет наша фабрика в неищенной для себя талантливых дизайнеров. На этапе эскизного отбора из более чем 200 заявок в финале оказалось 50, из которых жюри отобрало самые креативные и необычные эскизы. Кроме того, учитывалось много технических параметров. Действие детали, цельность коллекции, насколько она актуальна на данный момент, какие ткани там используются, какие пропорции. Принципиально учитывается их носибельность и, скажем так, конкурентоспособность. Еще один рабочий момент конкурса – кастинг моделей. Дизайнеры выбирают тех, кто будет представлять коллекцию на финальном шоу. Как выяснилось, создатели одежды помимо соответствия параметрам предъявляют моделям и другие пробования. Модель я выбирала по проходке. Мне нужна такая, которая ходила бы мягко, нежно, как сон. У меня мужская коллекция, и это мальчики достаточно раскованные, немного дерденькие, ближе к мужу. Вот такие, вроде бы, да, иди такой весь, красивенький, стильненький. И тоже, я имею в виду, кажал, то есть, суббатная краска одежда. Итак, кастинг состоялся. Затем весь путь от эскиза до готового изделия отслеживает жюри конкурса. На данном этапе проходит отбор на готовность. Художники представляют модель, а судейская коллегия вносит предложения и замечания. Как-то не видно разницы между юбкой и подолом. По рельефам, вот ближе, где ГД идет, вниз. Рельеф вот так вот. Нет, понятно, я имею в виду, чтобы по области коллеги, чтобы пышнее было, выталкивало по ушам. А, когда смотри, коль в коленях. Сегодня явно выделились те, кому еще нужно доработать, и мы их будем смотреть еще 21-го числа дополнительно. Вот, но уже видно, что очень талантливые коллекции, вот, очень интересно в цвете, очень интересно в фактуре. И я вообще горжусь тем, что вот у нас очень много таких талантливых художников. Кроме свежих мыслей и оригинальных идей, дизайнерам предстоит проявить свою ответственность, сексуальность и умение прислушиваться к критике. Причем замечания могут быть самыми разными. Дополнительно оформить посадку изделия и думать над аксессуарами. Мерить еще, да, нужно именно вот обувь и аксессуары пускать. Нужно доработать рюшу, убрать, что они слегка выбиваются из всего, то на коллекция. Получается как бы 2-3 строгие, такие темные с орнаментом, такие прям, а вот та вот немножко в романтический стиль уходит. Сказали, что нужно доработать. Готовность, так скажем, 98%. Даже 8%. В принципе, когда вышли, сказали, красиво. У дизайнеров остается 2 недели на доработку моделей, затем начнутся репетиции и дефиле. Кстати, на финальном шоу свою коллекцию продемонстрирует участница русской и миланской недель моды, дизайнер Мария Кравцова, более известная как Марика. В прошлом модель, начиная с 2001 года, она ежегодно входит в список самых красивых людей Москвы. В ее коллекциях критики отмечают любовь к деталям. Но по мнению Марии, красота должна быть неброской, ведь настоящий шик сдержанной элегантностью. Ее последнюю коллекцию называют театральной. Кружево, корсеты и зубки баллона на каркасе выглядят весьма экстравагантно. Но тем не менее, такой стиль многим пришелся по душе. А какими окажутся на этом фоне коллекции челябинских дизайнеров, увидим 13 марта.